Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксенанс и сегодня у нас новые фишки. Спасибо, что проявили хорошую активность на прошлых фишках, ну а на этих фишках, конечно же, тоже попрошу проявить такую же активность. Тянуть не буду, поэтому поехали! И первая фишка, друзья, у нас такая. Все-таки не отпускает нас этот Дезвард Вичдоктор. Что будет, если третий Огра закидывать и, конечно же, попробовать пробафать Дезвард? Но это так не работает. Если на товара это работает, на обычные товара, чтобы товара увеличили. Свою скорость атаки, то тут у нас, к сожалению, не получается. Я сколько не тестил, у меня просто не выходит. Давайте попробуем еще раз. Накидываем на себя Блабласты. Опа, мультик вылетел, отлетел на Вичдоктора, но на Вард он не работает, он не срабатывает на Вард. И таргетно также мы можем не накидывать. То есть мы не можем накидывать. Смотрите, вот он, вот он, смотрите, я пытаюсь накинуть, не накидывает. Максимум, как мы можем попытаться сделать, это, конечно же, мультиками рядом забафать. То есть как обычно это делается? Вы же напрямую, типа, не будете вот так вот бафать? Да, можно вот забафать вот так вот. То есть, видите, 4х сработал, соответственно, все, что рядом в АОЕшке, оно увеличивается. То есть увеличиваем колодец в домашних условиях. Так что вот такая фишка. И мой ответ, нет. С помощью Блабласта мы не можем увеличить скорость Дезварда Вичдоктора. Следующий вопрос у нас таков. Сможет ли Бруда у нас отхиливаться от Гема или от Девайн Рапиры, которая лежит? Ведь она может у нас, Бруда, отхиливаться от Змеек, но не может отхилиться от Таворов. А все вы знаете, что артефакты, это считается каким-то хитбоксом Тавора, получается как-то так. И, соответственно, что мы можем? Мы не можем отхиливаться от этих артефактов. Ну, конечно же, Гем я подобрал, как дурачок. И смотрим. Я атакую и не отхиливаюсь. Все вы знаете, что эти артефакты разбить можно. У них 500 тысяч ХП. Я это уже миллион раз показывал. И если, если, ну, в теоретически, да, то есть если теоретически так задуматься, почему мы можем отхиливаться от Змей, но не можем от Гема и от Рапиры, это довольно-таки интересно, но имеет место быть. К сожалению, по вопросу поэтому ответ нет. Бруда не может отхиливаться от добивания или пытания, испытания, убивания, убивания, уничтожения. Короче, вы поняли. Ракету Гирокоптера можно замедлить с помощью Фростморна Абадона. Давайте проверять. А что? А почему нет? А почему да? А давайте побьем чуть-чуть. Вот ракета полетела. И она не замедлилась. Она просто разрушается. Ну-ка, давай побольше тычек добавим. И давайте смотрим, нажимаем. Опа, не работает получается, да? Не работает Фростморн почему-то на эту ракету. Очень странно. А может Фростморн не работает просто? А давайте посмотрим. Не знаю, с чего взяли, что Фростморн должен работать на ракету Гиролета. Я не знаю, как это должно в целом работать. И почему оно должно работать. Но, видимо, не работает. Не знаю. Что-то не то. В прошлом видео были фишки, которые у нас повергли всех в шок. Феникс вылазит на лоу хп после ультимейта Обника и после разбитого яйца. А что будет, если... Это первый тест. Первый тест. Если я возьму с собой в агонимном ульте Феникса кого-то, вылезет ли он тоже с лоу хп, умрет ли он как-то или нет. И второй тест у нас заключается в том, что под реинкарнацией Леорика с агонимом будет ли у нас умирать два героя. То есть, вместе с яйцом. То есть, образно, Феникс возьмет кого-то в яйцо, да? И умрет ли Феникс вместе с яйцом до окончания ультимейта, до окончания суперновой, вместе с тиммейтом, который был, образно, тоже фулл хп. Можешь ли так Феникс заруинить? Сейчас мы это все посмотрим. Так, ну что. И начнем тогда тест у нас с простенького. Сначала Омник ультует, конечно же. Вот этого мы пока в стороночку отводим, наверное. Давайте. Хотя пусть стоит, но все равно нам тут не мешает. Просто, если честно, тут такой... Нужно сейчас вот скомпоновать все это в голове, чтобы это все было четко, красиво и понятно. Поехали. Ультуем, забираем, сбиваем. Два тиммейта в лоу хп. Хорошо. Это мы протестили. То есть, получается, вы можете тем самым такой темой засейвить уже два героя. Не только одного Феникса, но еще и тиммейта, который также был в лоу хп. Окей. Это мы поняли. Это хорошо. Это понятно. То есть, такая тема работает. Но, но сама фишка. Магнус был фуловый, причем у него тут 20 тысяч хп. И, конечно же, Феникс заруйнил ему эти 20к хп. То есть, тут нужно эту тему тоже понимать. Первая тема рабочая. Вторая тема, которая у нас тут должна быть. А именно, с рефрешами. С рефрешами и ультом у нашего Лерика. Но, сделаем это так. Магнус у нас не будет находиться в зоне вот этой 7-секундной... Блин, сплюю на стол. Вообще жесть. Магнус у нас не будет находиться в зоне... Такое состояние присмертия у... 7-секундного вот этого отчета реинкарнации. Поехали, в общем. Тестим. Тестим. Первое. Вот так берем. Сбиваем. Хорошо. Тут рефрешится. Ага. Окей. И теперь тут, по-моему, тоже рефрешится. Или не рефрешится. Что я должен сделать? Окей. И сбиваем. Что я сделал? Итак, делается это у нас так. Тут у нас ультуется. Тут у нас прячется. Это мы берем вот здесь вот, сбиваем. Хорошо. У Феникса есть рефрешер, но он его еще не нажимает. Он у него в микро-КД. Получает он реинкарнацию. Опа. Все. Теперь у Феникса есть рефреш. Омник ультует. Этот его забирает. Этот пытается разбить. Время выходит. И умирают два героя. Два героя. Я даже не успеваю разбивать яйцо. И в целом тут не важно даже, разбиваемое яйцо или нет. Феникс умирает. Соответственно, считается, что Феникс умирает в ультимейте. Значит, умирает в супернове. Это значит, что два героя будут умирать. Когда вы находитесь уже в отчете реинкарнации в 7 секундах до могилы, вы уже ничего не можете сделать. Не засейвить тиммейта, не сделать супернову и никак не можете вывернуться. То есть, ответ у нас таков. Если Феникс находится уже на 7 секундном отчете реинкарнации, то лучше не брать никого в супернову. От этого смысла не будет. Итак, ребята, возвращаемся к дотестам прошлых фишек. Именно, что от меня хотят? От меня хотят увидеть, откатятся ли еще ультимейты у вот-вот этих персонажей, которые просто умрут под дезвардом пугны. Да, именно, откатятся или нет. Нет, сейчас мы это посмотрим, как один чел-то в комментариях написал, ты рефреш написал, поэтому у всех все откатилось. Давай, смотри, чекай, где я тут рефреш написал? Ну-ка, давай. Ставится палка, ставятся змейки. Шаман умирает. К слову, у шамана 120 секунд кд. Зевс ультует. У Зевса тоже большой кд. У Фингера 160 секунд. Умирает, хорошо. Лина дальше, но что происходит у Лины? У Лины 7 секунд кд. Умирает. Окей, но, кстати, Лина даже не кастанула, потому что у нее задержка лютая. Вот так. Али он кастанул. Тут у нас кастится ультимейт. Умирает, хорошо. И омник ультует, тоже умирает. И ультимейт, кстати, у омника работает, да? Или не работает? Ну, рядом он кастанул. Но сейчас мы это еще дотестим. Смотрим. Смотрим, смотрим. Ребятки, сейчас они рестнутся и посмотрим. Я рефреш уже написал, видел, да? Без рук даже могу писать рефреш. Вот так вот еще могу делать. А еще могу потанцевать, пока я жду респаун. Еще могу вот так вот сделать. О, первый уже рестнулся. Все, пора. Так, стоп, 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 стоп. Опа, садимся. Смотрим. Шаманы-змейки. 120 секунд кд. Отрефрешились. Далее смотрим, кто у нас там. Леончик. Отрефрешился. 160 секунд кд у него. Зевс. Отрефрешился. 90 секунд кд у него. Лина. Отрефрешилась. Она даже не кастовала. В принципе, можно было даже и не тестить. И, конечно же, тестер у нас тоже здесь отрефрешный. А давайте попробуем сделать вот так. И ТМ-300, и ТМ-282. Если тогда на первый раз Лина не смогла ультануть, то сейчас мы посмотрим, ультанет ли она или нет. Должна ультануть, потому что сейчас ульт без задержки. И должна умереть. При этом откатив. Умирает, но не успевает ультануть. Вот это странная тема. Лина, в общем, просто умирает от палки. Не получается у нее кастануть. И я хочу посмотреть досконально Омника 283. Быстренько стараюсь, ребятки, разговаривать, чтобы как можно быстрее вам вот эту всю тему показать, рассказать. Чтобы не было никакого суеты, возни и прочей всякой темы. Работает ли ультимейт Омника? Ведь он докастовал. И смотрим. Ультует, ультует и умирает. И, конечно же, откатывается его ультимейт. Вот такая вот вся тема у нас работает. Так, забыл рефрешный писать. Ре. Все, 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 все заобузил. Ребятки, вот такие вот фишки мы дотестили. Поэтому поехали на следующий. А следующие фишки будут после того, как вы посмотрите этот прекрасный видеоряд с снаряжением елки. Ну а что такого? Скоро Новый Год? Почему бы и нет? Пушистого бездельника вам в видосе. И продолжаем. Я твой дом, елка, шатал. Так, ну так-то уже, конечно же, лучше. Друзья, следующая фишка у нас будет посвящена очень интересной теме, которую открыл Метростайл. И, конечно же, очень много людей просило меня это проверить на 85-й карте. И давайте проверять. Между прочим, я это уже на стриме делал. И это довольно-таки интересная тема. О чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что все вы знаете, как я рассказывал на гайде Рубена. Если у вас есть аганимы, вы что-то воруете, то, что улучшается аганимом, оно сразу же улучшается. И можно сделать некоторые абузы с ультом этих персонажей. Ну, не конкретно этих многих, я думаю, персонажей. Всех я затрагивать не буду. Но самое интересное, как говорится, выделю сюда. В чем заключается фишка? Вы воруете один ультимейт. Юзаете его, выкладываете аганим и воруете второй ультимейт. Да, вот так это будет работать. И, конечно же, у вас получается такая приколюха, что вы можете заюзать два ульта. Давайте покажу, как это примерно должно выглядеть. То есть, тут у Зевса у нас ультимейт. Мы его воруем, ультуем, выкладываем аганим, воруем. И у нас ультимейт без КД. И можем ультануть еще раз. Очень прикольная тема. Также можно это подобудить с рефрешем. То есть, получается, дать четыре ультимейта. Это довольно-таки лютая фишка. Но и очень банальная получается тем, что то, что ворует Рубик, аганимное, это считается одним спеллом, а то, что не аганимное, это считается другим спеллом. Это, в принципе, логично. Поэтому вот такая вот у нас фишка. Эта тема реально прикольная. На стриме я воровал у Зевса ультимейт. Но, к сожалению, это не сильно помогло мне, потому что мы все равно проиграли. Но не суть. Также это будет работать у нас с Джаггером. Давайте посмотрим, что у нас тут у Джиггернаута. Так, Джиггернаут у нас не юзал еще ультимейт. Он заюзал. Окей. Сразу воруем ультимейт. Воруем. Опа. Давайте пропишем ему чуть-чуть ХП, чтобы он не умер. И, конечно же, можно еще выложить так же аганим. И своровать еще раз. И у нас есть опять Омни Слэш. Довольно-таки интересная тема. Реально интересная. И, кстати, самое нужное в этой фишке, это то, что вы должны изначально своровать желательно аганимный ультимейт. Именно с аганимом. Почему? Потому что это намного легче. И потому что вы отпустите сразу себе КД. То есть, если вы своруете без аганима, то вы будете в долгом КД, в 20 секундном сидеть. И, к сожалению, это будет очень-очень-очень долго. Так. Ну и давайте, конечно же, шамана здесь замутим. Вот это мы сразу кикнем. Оп. Хорош. И воруем септры. Ставим. Выкладываем. Воруем. И ставим. Да. У нас получаются две пачки змеи. Это довольно-таки люто. Прикиньте, на пуше вот у вас есть рефреш еще. Давайте и тем реф. Ну, чтобы мне потом не писали в комментариях, что я так, и тем реф. Правильно? Вот так. Чтобы мне потом в комментариях не писали. Хена, что будет, если рефреш сюда добавить? Вот мы добавили сюда рефреш. И сейчас посмотрим, сколько можно доставить сюда змей. Кстати, не забывайте, что аганимный и обычный змей, это, естественно, две разные змеи. Две разные. Как я уже говорил ранее, это два разных спелла. Так. Ну что? Шаманы, воруем змей. Ставим, рефрешим, ставим. Вот так делаем. Ну, у нас мана кончилась, но ничего, в лейтгейме у нас мана бесконечна. И вот так вот раз, и вот так вот еще раз два. То есть, получается у нас вот такая вот небольшая пачечка змей, и можно двигаться дальше, ребятки. Ну, это жесть какая-то. Прикиньте, это в трон закинуть. Но это почти невозможно в реалиях игры. То есть, если с Зевсом у меня получилось, потому что Зевса в стане продержали, я быстренько своровал, и все по кайфу. То с шаманом маловероятно, что получится. Но образно можно прикинуть, как-то, знаете, типа, подняли шамана. Вот только он ультимейт юзал, да. То есть, вы образно своровали его, подняли, откидываете. Оп, раз, два, и там образно еще раз своровали. То есть, можно как-то так. Но это максимум, я думаю, что можно будет сделать. Опять-таки, в игре довольно-таки тяжело это делать. Даже два-три спелла своровать. Три спелла невозможно, два спелла возможно. То есть, два спелла реально своровать, когда у вас есть окторин. И уже как бы немного попроще. Ну, да ладно. С шаманом тут все понятно, ребятки. Тут у нас все получается. Давайте посмотрим с големами. Это реально с големами тоже прикольно, но... Но... Кидаем. Голем у нас один. И сначала агонимный у нас голем. Это у нас два голема упадет. И воруем еще раз. И еще один големчик падает. У нас получается три халявных голема. Вот у варлока очень тяжело будет своровать. Потому что, как правило, варлок после того, как закинул големов, он сразу уходит в тройку. И это довольно-таки проблематично будет украсть. Но если вы поймаете этот момент, то это довольно-таки легко будет. Легко. Ну, в общем, вот такая вот, ребятки, у нас фишка. В принципе, тут добавить больше нечего. Чекайте, смотрите, пробуйте. Следующие фишки у нас будут посвящены, ребятки, Дизраптору. И очень важные фишки, которые, в принципе, в игре вам действительно пригодятся. Это знание вам поможет. Смотрите, в общем, что у нас тут будет делаться. У нас тут будет глимс юзаться. И, конечно же, будет юзаться Астрал. Дестройер у нас будет убегать, закидываться в Астрал. И откуда он будет вылазить? Вот тут уже будет интересно. То есть, смотрите, как это будет происходить. Дестр убегает. Астрал хочет его глимсануть. И где появится у нас Дестр? Где он у нас появится? Ну-ка, быстренько подумайте, где он у нас появится. Загадали, где появится? Появится он здесь, в месте, где его вернули. Или он появится здесь в Астрале? Подумали? Напишите в комментариях. И смотрим, где он у нас появится. Он появится, конечно же, у нас на месте, куда его вернул Трал. Независимо от того, что здесь есть эффект Астрала. Вот такая вот полезная, ребятки, фишка, которая позволит вам... Позволит вам немного в драке не потеряться и знать сразу, куда вам нужно идти. Также сейчас мы сюда добавим еще и Леорика. И посмотрим, где он резница, куда он придет и тому подобное. Итак, появился у нас Леорик, ребятки. И давайте пробовать делать ту же самую тему. А вдруг там Леорик в конце умрет? И, конечно же, где он появится? Так, убегает. Его кикнули. И смотрите, крест здесь у нас, а здесь косточки. Появляется у нас вот тут эффект, что он здесь резница должен, а тут на самом деле он резается тут. Довольно-таки интересная тема. Давайте подъюзаем еще, чтобы было поинтереснее. Может быть, как-то оно багнулось и все-таки мы появимся на том месте, где умерли. Посмотрим. Так, далеко у нас уходит Леорик. Кик. Здесь он у нас, опять-таки, крест. И здесь у нас косточки. И все равно резается у нас Леорик там, куда его вернул Трал. Так что вот эту тему, ребятки, запоминайте и смотрите. Следующая фишка у нас будет также, ребята, посвящена Тралу, его Глимсу и очень интересному герою, как Панда Брюмастер. Тут есть очень интересный баг или фишка, я не знаю, вы можете откатить ему ультимейт, не дав его заюзать. На 8-3 карте я это показывал, на 8-5 я не помню, чтобы я это показывал, но решил это включить в этот выпуск фишек. В общем, что вы должны сделать? Все вы знаете, что Панда начинает примерно драку вот так вот, то есть он прыгает, клепает и ультует. Но в этот момент, когда он клепает и когда начинает раскладываться в ультимейте, вы можете вернуть его Глимсом и тем самым вы собьете ему ультимейт. То есть эту тему вот реально вот в игре возможно заюзать, я не раз натыкался на такие, как говорится, штыки. И есть еще одна фишка, которая отменит ему ультимейт, о ней расскажу чуть-чуть позже, после вот этой фишки, которую мы еще раз сейчас посмотрим. Смотрите, как это делается еще раз. То есть Панда у нас прыгает, там клепает, кого-то начинает ультить и вы такие, ага, оп, возвращайте его, чтобы вернуть. Ну, все вы знаете, как геймплей на Панде очень прост. Какой он? Вы просто берете, прыгаете, клепаете и начинаете раскатываться. Но очень легко тралом эту тему подловить, тем более имеется огромная дистанция. Даже не важно, раньше или позже вы нажали этот Глимс. Самое главное, чтобы его начало возвращать. Именно в этот момент Панде нельзя ультовать никак, потому что его переместит сюда. Типа считается, как и с Леориком, да, считается, что вот он крест здесь, но он вернулся туда и резается здесь. То есть считается то же самое. То есть здесь вы в форме должны быть уже в тройной, а здесь возвращайтесь в одну и ту же форму, в которой были. Соответственно, ультимейт отменяется. Так что вот такая фишка, пользуйтесь. Следующая не менее жесткая фишка у нас касается Сайленсера, его третьего и опять-таки Панды Брюмастера. Что у нас тут будет делаться, когда Панда будет нажимать ультимейт во время Ласт Ворда? Давайте посмотрим. Кидается Ласт Ворд и Панда на лоу ХП пытается выжать. Ультимейт раскидывается и ничего не получилось. При том, что хитпойнты он не потратил, но Сайленс накидывается, с ультимейта он вылазит. И это очень лютая контра. То есть, ну я не знаю, что тут, как тут еще что-то добавлять, потому что тут и так все на самом деле видно. То есть образно он уходит на лоу ХП, ультует, вроде разложился, да? Но нет, нифига, ультимейт не дает разложиться Ласт Вордному. Ласт Ворд просто не дает разложить этот ультимейт. А если вы нажмете чуть раньше, вот идет действие, да? Идет действие, раз, и как только Сайленс настигает, все. Вы просто возвращаетесь в ту же форму, от которой вы начинали. Так что вот такая еще одна фишка, тоже пользуйтесь. Очень хорошая контра, между прочим. Следующая фишка у нас будет посвящена Аганиму Леорику. Все вы помните, я рассказывал, что делает у нас Аганим у Леорика. А именно, он отправляет, конечно же, душу, можно сказать, в астрал перед смертью. И 7 секунд вы можете двигаться и делать все, что хотите. Наносить урон и, конечно же, юзать способности. Всю эту тему вы помните. Но, с помощью Аганима самое интересное, что можно заблочить ультимейт Легиона. То есть не дать ему урон и, конечно же, заблочить Рипер. Сейчас я это покажу. Первый у нас тут есть вот подопытный. Это, конечно же, Джиггернаут. Давайте заюзаем на него ультимейт Некро и посмотрим, что у нас произойдет. Юзая ультимейт, Джага у нас отлетает якобы на Рипер. Но смотрим, какой у него будет респаун. Самое главное, у него респаун сейчас будет где-то секунд 40, не больше. Но 53 секунды. То есть тут без учета, без учета 30-секундного отсчета дополнительного с Рипера. Это 100%. Потому что, все вы знаете, что Рипер у нас увеличивает респаун. И, конечно же, это не сработало. И Джиггер спокойно сможет также еще и байбэкнуться. Но я не смогу, наверное, его байбэкнуть. Я даже не знаю, где он тут. Байбэкнуть я его точно не смогу. Но я точно знаю, что в игре это максимально хорошо работало. И эта фишка зайдет, так сказать, в топ этих фишек, которых я сегодня вам предоставляю. Смотрите. И следующее, что у нас тут есть, это, конечно же, дуэлька Легиона. Давайте проверим, может ли Лего получить у нас дамагу с дуэлей в случае, если там был рядом Леорик. И, конечно же, персонаж отправляется у нас в ультимейт Леорика, в эту реинкарнацию 7 секундную. Давайте посмотрим. Вот образно Лего ультует, дерется. И он все, он победил, он его убил. Но, смотрите, дуэлька, к сожалению, не сработала и не получил у нас Легион дэмэдж. Вот такая вот еще одна контра этого героя. То есть, можно не давать тем самым ему дуэльный вот этот урон бонусный. И Легион будет в небольшом просаде. Все это благодаря вот этому аганиму. Вот такая вот у нас, ребятки, еще одна фишка. Ну что ж, вот такие вот у нас сегодня, ребятки, были фишки. Обязательно напишите, какие фишки вам понравились, какие вы не знали. И напишите, что вы еще хотите, чтобы я протестил. Пишите все это в комментариях. Ну и, в принципе, на этом все. Друзья, на этот видос полтора лайков и начинаю делать следующую часть. Ведь фишек у меня еще очень много. Очень много все записано. Ну и вот как-то вот так вот, друзья. На этом все. С вами был Ксанадзос и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok